Добрый вечер, дорогие друзья. Спасибо большое, что вы к нам присоединились сегодня. Меня зовут Тамара, я представитель приемной комиссии Douglas College. Douglas College находится в Ванкувере, Британская Колумбия, в Канаде. И моя функция состоит в том, что я принимаю, рассматриваю документы студентов из разных стран, включая Кыргызстан, Казахстан, Россию, Украину. И если у вас есть какие-либо вопросы по ходу вебинара, не стесняйтесь, пишите, постараюсь на них ответить, либо сразу после вебинара, либо в течение дня. Расскажу сейчас немножечко про нас. Douglas College это государственный колледж, нам уже практически 50 лет. На самом деле я очень люблю свою работу, и я постараюсь в своей презентации вам показать, почему именно, какая у нас замечательная атмосфера на кампусе. Надеюсь, если вы когда-нибудь вам, у вас будет шанс нас посетить, то вам тоже понравится. У нас три кампуса на данный момент в Ванкувере, в специальных районах Ванкувера. И на данный момент у нас обучается около 20 тысяч студентов. На самом деле большая часть наших студентов это канадцы, международников у нас не так уж и много, примерно 3-3,5 тысячи на данный момент обучаются. И это такой интересный момент, когда вы будете выбирать учебное заведение, то обращайте внимание на то, сколько международных студентов и сколько коренного населения обучается в этом заведении. Как правило, если заведение не пользуется успехом среди канадцев, то это должно быть каким-то фактором, на который нужно обращать вам внимание. В нашем колледже обучается много студентов из Восточной Европы. На самом деле хотелось бы немножечко больше, но у нас политика какая, что студенты у нас обучаются из разных стран. То есть на данный момент более 90 стран обучаются, и мы стараемся варьировать, обращать внимание, чтобы не было такого, что, например, только одна национальность обучается в колледже. Набираем мы студентов три раза в год, и на данный момент мы принимаем документы на осень 2019 года, а также на 2020 год. Мы очень известное учебное заведение, я бы сказала, одно из самых крупных в Британской Колумбии, и на самом деле по количеству программ для постбакалавриатников, то есть если вы закончили бакалавр в своей стране уже, у нас самое большое количество таких программ для постбакалавриатников, дипломных, одногодичных, двухгодичных программ, вообще у нас более 65 программ для международных студентов, открыто на данный момент, по разным специальностям, бизнес-специальностям, это и искусство, и науки, и все, что ваша душа пожелает на самом деле. Сейчас я немножечко пройдусь, знаете, по тем вопросам, которые меня задают чаще всего. То есть часто приходится встречаться с студентами, с их родителями, и, в принципе, вот то, что я слышу чаще всего, возможно, у вас будут подобные вопросы. Если я на наши вопросы не отвечу, то можно написать потом после вебинара. Ну, что, например, чаще всего я слышу, то, что приходят, а очень часто родители говорят, вот мой ребенок, он хочет учиться только в университете, колледж. Что такое колледж, я не знаю, давайте, мне нужен университет, и вот чтобы был самый топовый университет в Канаде. Это вот, во-первых. Потом я часто слышу, что когда родители, например, у них ребенок домашний, и они очень сомневаются по поводу того, как вы себя будете чувствовать, как ребенок будет, студент будет себя чувствовать, другой в чужой стране, никого не знает. То есть они приходят и говорят, вот главное, чтобы вот преподаватели хорошо к студентам относились, чтобы студенты друг к другу были, тоже хорошо относились. Вот нам важна адаптация, чтобы была легкая. Потом часто мне говорят, а где я буду потом работать? Это вот я чаще всего слышу от взрослых студентов, уже, например, которые бакалавриат закончили. Они больше заинтересованы в том, чтобы специальность была практически направлена. Ну и далее, папа сцены, конечно, это немаловажный вопрос. Когда я приехала в Канаду 10 лет назад и выбирала учебное заведение, то для меня, например, это был самый важный вопрос. Есть ли гранты, какая стоимость, чтобы было выгодное заложение денег. Ну и, наконец, от себя я добавила про студенческую жизнь. Здесь, я думаю, что это тоже очень важный фактор при выборе учебного заведения, каким образом нужно не только учиться, но еще и когда-то жить. И главное, чтобы на кампусе было чем заняться во внеучебное время. Ну вот сейчас я пройдусь по некоторым этим моментам. Во-первых, для тех, кто планирует поступать в университет. Что наш колледж может вам предложить? У нас очень, во-первых, большое количество программ, которые называются University Transfer. Что это означает? Если вы, например, планируете поступать в топовый университет, но по каким-то причинам вы не можете сразу туда поступать. Либо у вас, например, не хватает такого важного момента, как математики за 12 класс. Это очень частое требование университета в канадских. У нас, в принципе, этого не может быть в принципе, потому что обучение одиннадцатиклассное. И по этой причине приходится поступать через колледж. Второй момент это экономия денег, потому что обучение в колледже, как правило, в два раза дешевле, чем в университете. Вот недавно кто-то мне рассказывал, что вот в UBC, University of British Columbia, год обучения стоит в районе 45 тысяч канадских долларов в год. Если вы рассматриваете колледж, то смело делите эту сумму на два. Каким образом университет программы происходят? Вы поступаете к нам в колледж, мы смотрим на ваш математику за 11 класс, отучиваетесь у нас первые два года, получаете специально от Associate of Arts. После этого вы можете переводиться на третий курс, либо на второй курс университета. Как правило, это третий курс. У нас много, в принципе, договоров с разными университетами, которые засчитывают наши курсы. И, в принципе, это достаточно проверенный способ перевода в университет. И вы оканчиваете там еще два года, и на выходе у вас степень бакалавра. Если, например, вам так понравилось учиться в Дагласе, у нас также есть бакалаврские программы, и вы можете отучиться у нас два года, получите степень на Social Revice. И остаться на третий-четвертый год, на выходе у вас будет дать человеческий администрейшн по своим специальностям, как бухгалтерия, финансы и менеджмент. У нас, на самом деле, семь бакалаврских программ, очень популярные. И программа университетская, то есть ничем ваш бакалавр из колледжа не будет исчезать от университетского диплома. Это схема небольшая о том, как происходит university transfer. Как видите, вы отучиваетесь у нас два года, выпускаетесь со степенью Social Revice. Вы можете после этого пойти поработать. Разрешение на работу будет до 3-36 месяцев после выпуска. А можете сразу переводиться в университет, отучиваться еще третий-четвертый год и получать степень бакалавра. Если вы переходили в университет сразу, то тогда вы можете разрешение на работу получать сразу уже после бакалавра. Разрешение на работу дается один раз. Либо вы его используете после двух лет обучения в Дагласе, либо вы будете его использовать после получения уже бакалавра после университета. Какие специальности у нас имеются? Есть гуманитарные, есть точные науки. И отдельно хотела обратить ваше внимание на коммерцию и бизнес-администрирование. То есть это Commerce and Business Administration диплома по-английски звучит. Очень интересная программа на самом деле. Это диплом, не Associated of Arts, не Associated of Science. То есть более практически направленная. На выходе у вас уже будет специальность. И я ее часто советую тем студентам, которые еще не до конца определились с направлением. Они хотят получать степень по бизнесу, но думают, либо это будет бухгалтерия, либо финансы, либо банковское дело. Вот этот диплом, двугодичный Commerce and Business Administration диплом, о чем хорош, потому что там есть курс. Он включает в себя курсы и по бухгалтерии, финансам, бизнес, менеджменту. Один курс по HR они берут. Также есть курс там включен по IT, макро, микроэкономике, банковскому делу и так далее. То есть в течение этих двух лет вы получите хорошее базовое бизнес-образование. И когда вы будете переходить на третий курс, если вы решите продолжать свое обучение в университете, если вы будете переходить на третий курс в университет, то вы можете уже там выбирать специализацию. Специализация в университете, как правило, идет на третьем курсе. И вы можете, например, получать Bachelor of Business Administration по бухгалтерии, или по финансам, или по менеджменту и так далее. У нас очень многие студенты после этого диплома идут в Simon Fraser University, который у нас сейчас седьмой по рейтингу в стране. Кто-то идет в UBC, который у нас второй по рейтингу. Но вы не ограничены также университетами Британской Колумбии. Вы можете также ехать и в Антарию, и в Альберту. У нас очень многие университеты принимают курсы из этого диплома. Например, как раз Simon Fraser, UBC, University of Victoria. Тоже многие студенты у нас идут. Ну, также университеты Альберты, Калгари, и даже Торонто, Могилл. То есть топовые университеты. В принципе, примут наши курсы, если вы захотите переводиться после этих программ. Дальше. Ну, вспоминая тех студентов, которые ко мне приходят, я не волнуюсь, насколько легко им будет адаптироваться. Когда я приезжала, на самом деле, тысяч лет назад в Канаду и обучалась в крупном университете здесь, я помню такое состояние немножко легкой потерянности, потому что было сложно найти преподавателей на месте. То есть двери были закрыты, ходишь своим вот этим темным коридором. Группы большие достаточно в университете. Может быть, до 150 человек, например, доходить в группы. В Дагласе мое личное ощущение, я бы сказала, немножко другое. Здесь гораздо более душевно, отношения с преподавателями гораздо более теплые, я бы сказала. И всегда можно найти кого-то, с кем можно поговорить. Больше времени с профессорами проводят наши студенты. Вот у меня знакомая, она преподаватель японского в Даглас колледже. Она говорит, я всех студентов знаю по именам, и я знаю все их проблемы какие-то, языковые проблемы. В группах у нас обучается не более 35 студентов. Если это более сложные курсы, то там будет даже меньше, будет около 20 студентов в группе. Обучение проектное, потому что оно практическое, и поэтому у вас будет много времени, вы будете проводить с другими студентами, работать над какими-то практическими проектами. У нас также есть отделы, где сильные студенты могут помогать более слабым студентам, и это абсолютно помощь бесплатная. Например, многие наши студенты, у которых в первом смесе проблемы с языком, они могут до 6 часов в неделю заниматься совершенно бесплатно с преподавателями или с более сильными старшими студентами в нашем центре и помощи студентов. Ну и, конечно, наш персонал, Центр международных студентов, если я работаю, вы знаете, всегда у нас толчатся студенты, всегда спрашивают какие-то, задают вопросы, и на базе нашего центра у нас есть и консультанты по именно предметам, которые вам могут подсказать, что лучше взять, если, например, вы хотите переводиться в какой-то конкретный университет потом. И по каким-то другим вопросам, например, мест страховка, какие-то лидерские клубы. То есть всегда можно подойти и, в принципе, спросить, задать вопросы. А теперь для ответа на вопросы более старших студентов, когда меня спрашивают, как мне потом искать работу, насколько это сложно и вообще, что происходит после окончания. Во-первых, наши программы, дипломные и последипломные программы, они, как я уже сказала, практически направлены. То есть обучение построено таким образом, чтобы на выходе у вас была готовая специальность, чтобы вы могли сразу подаваться на работу. Разница между колледжским образованием и университетским образованием вообще в целом состоит в том, что университет, как правило, затачивает на теорию, на эту исследовательскую работу, а колледжи, как правило, дают образование, дают специальность. Второй момент. Поскольку колледж наш государственный, все программы у нас аккредитованы, и после окончания любой программы у нас, у вас на данный момент будет разрешение на работу, в зависимости от длительности вашей программы. Во время учебы вы тоже можете работать до 20 часов в неделю, а после окончания вы подаете то, что называется подgraduate work permit, то есть разрешение на работу, до трех лет. Во время учебы в наши программы многие включают практику, или internship, co-op, еще это называется, то есть оплачиваемая практика. Особенно это актуально для студентов, например, по программам IT, Commerce and Business Administration, то есть все эти программы, они включаются в эту практику. Практика необязательная, то есть если вы хотите, вы можете два семестра, например, поучиться, а на третий семестр, четыре месяца вы будете проходить вот эту практику. Вы приходите в наш карьерный центр, говорите, я хочу co-op, и они вам подбирают вакансии, вы будете проходить очень так же интервью, и если вы успешно проходите, то вы будете в семестре работать. После этого, после того, как вы поработали, вы возвращаетесь обратно и продолжаете обучение, и заканчиваете следующие два-три семестра, сколько вам осталось для получения вашего диплома. Лидерская программа – это отдельная программа именно для студентов, которые приезжают к нам после бакалавра. Как правило, найти первую работу не очень легко, после того, как вы только вышли. Резюме у вас чистое, белое. Понятно, что очень много выпускников и не выпускников, которые уже с опытом работы подаются на одни и те же вакансии, на самом деле, своего личного опыта. Я бы сказала, что найти первую работу – это не так просто, как это может казаться на первый взгляд. И лидерская программа именно, я ее всегда советую нашим студентам, потому что она вам поможет завести нужные бизнес-знакомства и поможет вам, в принципе, конкурировать с носителями языка, например, в плане того, что вы приходите в карьерный центр, и если вы воспринимаете свою лидерскую программу, с вами будут работать один на один по тому принципу, что вы, например, им говорите, «Я хочу найти работу после этого, например, в IT». И они смотрят ваше резюме, ваш предыдущий опыт и говорят, «Дорогой, да, предыдущий опыт, например, учителя музыки, то есть не совсем, например, у вас совпадает предыдущий опыт, который вы получили в своей стране, и то, чему вы обучаетесь на данный момент за глаз колледжа. Они вам подскажут, каким образом составить ваше резюме, на какие сходить встречи, на какие сходить тренинги, как себя именно вести на интервью, например, и какую вот эту кооп-практику или другую работу на парт-тайм вам лучше всего получить, где вам лучше всего поработать во время учебы, чтобы к окончанию учебы у вас было меньше проблем, меньше забот при поиске вашей работы. То есть они работают один на один, предлагают коучинговые сети в рамках этой лидерской программы, они предлагают специальные воркшопы по написанию резюме, и самое-самое интересное, что они предлагают то, что называют networking sessions. Раз в неделю, раз в две недели они устраивают специальные встречи с представителями компаний, теми, кто именно будут вашими непосредственными нанимателями, и вы получаете возможность, например, поговорить с кем-то, кто работает в вашей сфере, и, возможно, завести хорошее знакомство, и потом это серьезно облегчает вам путь к работе в будущем. Дипломные работы. Как я уже сказала, что они практически направлены, и красным я выделила те программы, которые пользуются наибольшей популярностью среди наших студентов из нашего региона. Это бухгалтерия, commerce and business, это, конечно же, computing studies and IT, hospitality, marketing, business management. Эти программы очень интересны, и я советую почитать про них побольше на нашем веб-сайте. И если есть какие-либо вопросы, всегда можете обратиться к нашему партнеру Global Compass, они вам подскажут по поводу наших программ, двухгодичных программ. И у нас есть программы для тех, у кого же есть доколазер. Это одногодичные и двухгодичные дипломные программы. Опять же, это направление бизнес, направление IT, information communication technology, и то, что здесь в скобках написано CPA, CFA, это лицензии, международные лицензии, на которые после наших программ в принципе можно продолжать обучение и получать эти лицензии, которые вам очень здорово помогут в поиском работы. Если вы в бухгалтерии, в финансах, то вы знаете, о чем я говорю. То есть эти лицензии, они, в принципе, котируются не только в Канаде, в Америке, но и за рубежом, в международных компаниях бухгалтерских и финансовых. Очень интересная программа supply chain management. Есть у нас одногодичная и двухгодичная программа. То есть это логистика для тех, у кого, например, бизнес-образование в своей стране. Очень интересная и перспективная программа. Про КУГОП мы уже поговорили с вами. То есть вы обучаетесь у нас в несколько семестров. Проходится один семестр КУГОП или два семестра КУГОП. То есть это оплачиваем практики, заканчиваете потом обучение и получаете разрешение на работу до 36 месяцев, то есть до 3 лет. И в вашем резюме уже будет запись о том, что вы проходили практику на предприятии. И на самом деле достаточно часто наши выпускники возвращаются на постоянную работу туда, где они проходили свою практику. Вопрос, который часто задают, как у вас в Ванкувере с работой. На самом деле у нас неплохо с работой в Ванкувере. Очень много у нас офисов американских компаний, особенно в сфере IT. Большой офис у нас Microsoft, Amazon, Samsung, Salesforce. Силиконовая долина практически в паре часов езды у нас находится. Сиэтл и Сан-Франциско недалеко. Так что все устраиваются. И на самом деле со всей страны едут и устраиваются на работу в Ванкувере. То есть с работой все в порядке. И вот BC Works, такая государственная организация недавно сделала отчет многостраничный, в котором написано, что в ближайшие 10 лет в Британской Колумбии будет открыто более 900 тысяч вакансий. И это вакансии по таким специальностям, как продажи, финансы, бухгалтерия, IT, конечно же, менеджмент. То есть в принципе все те сферы, по которым мы готовим специалистов. Что теперь касается цены. На самом деле обучаясь в Douglas College есть несколько возможностей сэкономить. Во-первых, цены у нас примерно средние по Британской Колумбии. Но за счет чего вы выигрываете? Во-первых, мы находимся не в центре города, а, скажем так, в спальном районе. То есть примерно 30 минут езды от центра города на метро. И я живу в центре города, и каждое утро езжу на метро, на работу в Douglas. И цены на жилье достаточно сильно отличаются в центре города, и именно там, где мы находимся, в Нью-Вестминстере, в спальном районе, гораздо дешевле. То есть можно снимать жилье студентам. Это, во-первых. Во-вторых, программа University of France, по которой я уже про которую говорила, что вы можете неплохо сэкономить на обучении первые два года. Затем у нас есть гранты. Банк наших грантов 100 тысяч долларов канадских в год. И это именно гранты, которые все выделяются на международных студентов. То есть не на полосты, а только на международных. Два гранта для новых студентов есть. Первый грант 1000 канадских долларов. Если у вас IELTS семерка и выше, и если у вас оценки в школе примерно 80% со 100 и выше, то 1000 долларов ваши, в принципе. То есть там нет конкурса, это просто минимальные такие требования. И на эту стипендию, на этот грант не нужно подавать отдельно. Когда вы подаете к нам заявление, мы сразу с мальчишки рассматриваем, проходите ли вы для этого гранта или нет. Второй грант 2500 долларов. Это уже отдельный грант, на который нужно подавать заявление. То есть нужно написать, будет мотивационное письмо, приложить рекомендации от учителей, например, работодателей. Что-то, что делает вас студентом, отличающимся от других студентов, которые также подаются на этот грант. Количество этих грантов в 2500 долларов уже ограничено. В прошлом с метра у нас было 13, но на самом деле не все так страшно, не очень многие подают на этот грант. То есть я бы сказала, шанс, наверное, один к восьми, один к девяти выиграть вот этот грант. И у нас это был, помню, недавно русский мальчик, который выиграл и тысячу долларов, ведь без две с половиной, то есть за второй семестр обучения его оплата была гораздо ниже. Когда вы уже начали у нас учиться, у нас есть стипендии отдельные уже для продолжающих студентов, то есть если вы учитесь хорошо, то вы можете подаваться уже на следующие гранты. В зависимости от ваших отцена к Старгласс колледжу. Вот к тому, что я говорила о стоимости жилья и о том, где мы находимся. Смотрите, Ванкувер, центр Ванкувера это вот этот маленький пятачок, слева наверху где-то находится Станли парк, это ветка метро, и наш главный кампус находится здесь, в Нью-Уэстминстере, рядом с рекой, и второй кампус находится в городе к Китлам. Оба маленьких вот этих городка связаны линией метро, и на самом деле выглядели достаточно далеко, но вот, как я говорю, дорога моя из центра города до кампуса примерно полчаса, и даже детки метро не надо менять. То есть все очень-очень доступно, метро ходит без проблем, то есть никаких проблем не испытываю, когда я еду, и полупустые вагоны, очень комфортно. Теперь по стоимости обучения, расходы в год, сверху цена на 7 канадских долларов, я немножко присчитала американских, понятно, что в американской цена может немножко варьироваться, в зависимости от курса, но в канадских цена постоянная на данный семестр, на данный год. 17 тысяч долларов в год канадских стоит обучения, плюс медстраховка проездной на метро примерно 1170, что 8 канадских долларов в год. Вот эти две суммы обучения за год и медстраховка проездной это то, что вы платите в доглас, и проживание и расходы будут немножко отличаться в зависимости от того, где вы будете жить, что вы предпочитаете есть на завтрак, обед и ужин, но примерно вот мы расписали около 14 тысяч канадских долларов в год, так, чтобы комфортно жить и ходить в кафе, в ресторан пару раз в неделю, куда-то на выходные можно выезжать, то есть вот примерно та сумма, на которую нужно рассчитывать раз в год. Но хотел напомнить, что вы можете работать на кампусе и вне кампуса до 20 часов в неделю во время обучения и во время каникул и во время летнего семестра вы можете полный день работать. Ну, понятно, не нужно на это рассчитывать сразу, я бы сказала, что нужно главная учеба. Так, далее. И последнее, что я хотела вам рассказать, немножко о том, что происходит у нас на кампусе, физическая жизнь. На самом деле, Ванкувер и обучение в Ванкувере очень советую молодым людям, потому что у нас, знаете, Ванкувер город, который никогда не спит. У нас и прекрасная природа, с одной стороны, с другой стороны, очень много культурной жизни. Это и концерты, и, то есть, можно выйти куда-то погулять. Проживание в Ванкувере на самом деле достаточно интересное. На самом кампусе у нас более 50 лидерских клубов, так что, если кого-то волнует, где найти друзей, что нужно делать, что можно делать свободно от работы время, от учебы время, то всегда можно найти лидерские клубы по интересам. Это может быть и именно паблик спекинг-клаб, это может быть что-то, спортивный клуб, футбол, волейбол, все, что вашей душе угодно. Недавно узнала ярмарка этих лидерских клубов, я видела клубы сальса и какие-то вегетанты, какой-то антисенсиальный социальный клуб, я видела. То есть всегда можно найти друзей по интересам. Если есть какие-то проблемы, всегда можно поговорить в наш центр психологической поддержки, международных студентов, очень много студентов наших волонтерят, это в принципе то, что я всегда советую, потому что это вам может помочь в будущем, в пусте будущей работы. И у нас есть спортивный зал в любом из кампусов, спортивная команда, сюда можно тоже присоединиться. Ну и несколько фотографий на самом деле. Это наш центр города, замечательный Ванкувер, океан, быстрорастущий, мультикультурный, горы находятся у нас, то есть их в принципе видно из-за окна, но и в части езды у нас если вы любите заниматься спортом, горнолыжным, то в Ванкувере и Британской Колумбии прекрасный выбор будет. Это опять же центр города, у нас пляж в центре.